Ведет занятие кандидат в медицинский храм Дегтярёв Денис Борисович. Он сейчас в пробке, будет минут через 5-10. А мы начнём занятие как раз с информацией, она соответствует нашей заявленной теме по заборковочной борьбе, о ситуации в Совете в морском порту Санкт-Петербурга. Об этой информацией сообщит Поповский Николай Васильевич, доктор Павловский. Ну, профессор, пожалуйста. А что, уважаемые товарищи, все вы получили специальный выпуск для Деды Правда Туга, называется Докер. И в нём дана информация о том, какой конфликт разразился в организации, которая называется ООО «Морпорт СПБ». Ситуация в морском порту такова, что там действуют разные компании. В частности, раньше действовало три компании миллиардера Лисина. Это первая севедорная компания, вторая севедорная компания, четвёртая севедорная компания, севедорные перегрузочные компании. И, собственно, ООО «Морпорт СПБ» как некая управляющая компания. И вот, так сказать, в прошлом конфликте, который был много лет назад, по вопросу о коллективном договоре, бывший генеральный директор ООО «Морпорт СПБ» Челябин доказывал, что это ООО «Морпорт СПБ» никакого отношения к этим компаниям не имеет. Но поскольку всё это собственность миллиардера Лисина, у которого порядка 17 миллиардов долларов, поэтому, так сказать, они разные комбинации устраивают. И сейчас комбинация такова, что две компании, первая и вторая севедорная, значит, по договорённости с профсоюзом вошли в состав ООО «Морпорт СПБ». Договорённость состояла в том, на чём настаивали докеры, что если будут, сохранены условия коллективного договора. Всё это было договорено, всё это было решено, и спокойно люди туда вошли, и первое время представителем коллектива, как и было договорено, выступал профсоюз докеров, профсоюзная организация докеров. Но, войдя в эту компанию численно, уже докеры не стали составлять подавляющего большинства, и даже большинства, потому что ООО «Морпорт СПБ» – это управляющая компания, там сидела бухгалтерия, администрация и все службы, которые пишут бумаги, так сказать, на все компании, на весь порт. А в севедорных компаниях, там, в первой и второй, они были в подавляющем большинстве. Но, тем не менее, значит, согласно закону, любой профсоюз или любая профсоюзная организация может представлять интересы всех работников, если работник на конференции за это проголосует. Вот дальше вы знаете, что стало происходить, а именно, значит, вдруг в один прекрасный момент там был организован дополнительный профсоюз, администрация стала его организовывать, спасибо большое, и так называемый «Портовик». И на сегодняшний день она нагнала в этот профсоюз тысячи человек. И получилось в этой компании итого три профсоюзных организации. Одна – профсоюзная организация РПД, Российского профсоюза докеров, вот о которой, собственно говоря, идет речь. Вторая – это профсоюзная организация старого профсоюза НПРовского, независимых профсоюзов России, которая называется ПРВТ, профсоюз работников водного транспорта. Вот более чем 15 лет назад из него и вышел профсоюз докеров. И когда он вышел, тогда начались изменения в положительную сторону, в порту. Потому что пока большинство было работников администрации, докеры тонули, как мухи в молоке, ничего они не могли решить при всем своем настрое. Когда появился профсоюз докеров, вот начались хорошие коллективные договоры и улучшение условий жизни, зарплаты, труда и так далее. И, наконец, вот этот новый липовый профсоюз. Липовый, потому что как проверить, он профсоюз или нет. Если он заводится об ухудшении положения трудящихся и улучшении положения администрации, значит, это не профессиональный союз, а это, так сказать, заготовка администрации под видом профсоюза. Обманный, мошеннический профсоюз. И вот администрация, так сказать, разными, кого пряником, кого запугиванием, что, так сказать, ты вот можешь тут и перестать работать в наше время, добилась того, что там где-то тысяча человек. В случае, если есть несколько профсоюзов, может быть образован, согласно закону, единый представительный орган. Такой орган был образован. Профсоюз докеров, профсоюз портовик и профсоюз работников водного транспорта. Три профсоюза. Значит, докеры оказались как бы одной третью в этом органе. И этот орган стал органом администрации, поскольку два профсоюза, ПРВТ и портовик, естественно, выступали с позиции поддержки администрации. И та договоренность, о которой была раньше речь, о том, что профсоюз докеров будет представлять коллектив по-прежнему, она тоже нарушена. Тогда докеры приступили к необъявленной, так сказать, забастовке в форме уменьшения объема выработки. Как это сделано? Значит, я вот с такой формой ранее был не знаком, а формула такая примерно. Договорились, что каждый знает, сколько он вырабатывает в объемах и на какую сумму зарплаты. Тем самым может рассчитывать. Мы договорились, что поскольку у каждого расценки разные, грузы разные, то вот, а действия единые, то все докеры должны вырабатывать две с половиной тысячи. Столько грузов, чтобы перегрузку грузов осуществлять, что получилось, две тысячи пятьсот рублей зарплаты в день. И не больше. Кто больше, тот стрельбехер. Значит, темп работы стал снижаться. Ну, такая была задача поставлена профсоюзным комитетом после обсуждения с коллективом. Потом докеры сами отрегулировали этот процесс. Они сказали, что не надо две с половиной, а надо полторы тысячи рублей. Соответственно, работа еще замедлилась. И сейчас происходит замедление. Произошло замедление работы, и как бы все так же работают, только вот как-то более медленно. Вот что сейчас происходит в порту. Это вот коллективные действия. Если мы возьмем определение забастовки, это полное или частичное прекращение работы. А здесь как бы прекращения работы нет, просто замедление. Теперь сама же администрация отказалась от той формы зарплаты, за которую выступал профсоюз докеров. И, собственно, в этом одна из причин, так сказать, и спора. Была у них система, оплата такая. По временам премиальная. То есть вы должны выполнить норму. Норму, оплата тариф. А если вы быстрее сделаете, это еще и премия сверху этого. Вот они поэтому быстро работали, выполняли норму. И на 160, и на 180 процентов. И это выражалось в больших объемах перевалки грузов, при том, что численность не такая уж и большая. Ну, раз, чем я больше работаю, тем больше получаю. Чем я меньше получаю, тем меньше я работаю. И они, вот, так сказать, эту формулу, которая у них внедрена, они сейчас использовали для того, чтобы сделать коллективные действия. Значит, получаем полторы тысячи, не больше, и, соответственно, вырабатываем ровно столько, чтобы получить полторы тысячи. Вот это очень положительное действие. Но какая сейчас и какая есть некоторая опасность. Значит, с одной стороны, они обратились, как говорится, и к народу, и к средствам массовой информации, и просто к людям завтра будет пикет в два часа. А надо решить же задачу. Какая задача? Задача в том, чтобы профсоюз докеров снова стал представителем коллектива. Как это можно сделать в сложившихся условиях? Численность профсоюза сразу не изменится. Те, кто забежали в этот профсоюз-портавик, сразу не перебегут. Хотя на них там влияют, их переубеждают, кого-то оттуда выводят, они оттуда выходят, но не сразу заходят в профсоюз докеров. То есть это не сразу получается. ПРВТ – это вот те работники, так сказать, всяких смешных служб и администрации, которые вряд ли пойдут в профсоюз докеров, поскольку это тоже есть сложилось и некоторые инерции. Существует такая форма, которая прописана в трудовом кодексе. Каждый работник, любой, неважно в каком он процессе состоит, может дать доверенность на представление его индивидуальных интересов, на коллективных переговорах и во время разрешения коллективных трудовых спорах. Соответственно, надо такую доверенность написать. Делается это очень просто. Пишется бланк доверенности, распечатывается в необходимом количестве, подходит к работнику, вот так, Денису. Он скажет, Денис, ты же не будешь вот сейчас ничего делать, не будешь. Подпишись, что мы за тебя будем делать, профсоюз докеров. Ты знаешь, что никто не добьется, кроме нас. А вы же боитесь, вас же уволят же завтра, сегодня напишите, завтра уволят. Подписывайтесь, подписывайтесь, подписать-то не так страшно. Так, а вы будете подписывать? Вот вам. Вы доверяете профсоюзу докеров? Я не спрашиваю, что вам в профсоюзе. Оставайтесь в своем профсоюзе, сколько угодно. Подпишите, что вы доверяете по вопросам, так сказать, улучшения вашей жизни профсоюзу докеров. Потому что никто это не улучшит. Вы это прекрасно знаете из всей истории. Короче говоря, вот надо вот так пройти, каждому человеку подойти, каждому. Ну, кто не хочет, это его дело. Каждому подойти, и таким образом, вот есть численность профсоюза. Докеров, так. Значит, вот эти дополнительные доверенности, это увеличение этого процента. И вот начинается процесс там. Еще плюс 5%, плюс 10%, плюс 20%. И даже если сейчас вот не будет сразу 50%, но все равно этот процесс, этот процесс означает известное наступление. И в конце концов, численность, надо свой коллектив завоевать. Поэтому, кроме работы, так сказать, на улицу и на сопротивление администрации, нужно еще работать непосредственно с коллективом. Вот такая же задача стоит. Я вчера на эту тему имел разговор с товарищем Ламтадзе, с председателем Портового комитета и правкома докеров. Так сказать, вроде мы об этом с ними договорились, что надо бы это сделать. Вот. И сегодня я на эту же тему разговаривал с одним из членов Портового комитета, с председателем правкома первой стивидорной кампании. Вот, товарищем... Вот, товарищем Ламтадзе, уже его коллегой. И, так сказать, вот тот путь, по которому, на мой взгляд, надо было бы идти. Потому что других вариантов, к сожалению, на сегодняшний день, ну вот, не видно. И если этот вариант не использовать, может получиться, что вот эта вся вот такая вспышка и очень хорошие действия, они могут, ну, оказаться, так сказать, прозрачными. В том смысле, что мы боролись, ничего не добились, а в следующий раз не поднимутся. Поэтому нужно обязательно эту проблему решить. Вот такую информацию я хотел дать. Спасибо за внимание. Ну что, мы начинаем и продолжаем. Да. Добрый вечер, уважаемые товарищи. Приношу свои извинения за задержку с началом занятия. Сегодняшняя наша тема посвящена вопросам забастовочной борьбы. И когда мы где-то полгода назад, наверное, формулировали эту тему, так сказать, в воздухе носилось ощущение, что должна, скажем так, в этом году, ну, состояться какая-то забастовка, хотя бы одна, по крайней мере, которая бы прозвучала, так сказать, и дала хороший такой повод для анализа этой борьбы и для, так сказать, изложения этого материала, опыта этой борьбы на нашем занятии. И действительно, если посмотреть статистику так называемых протестных явлений, которые шире, безусловно, чем забастовочная борьба, которая включает в себя и пикеты, и митинги, и выступления, какие-то и, ну, в том числе и отказ от работы по заявлению, которые нельзя считать, строго говоря, забастовкой, то, начиная с начала 2015 года, действительно, наблюдалась активизация. И за первое полугодие превышение по сравнению с 2014 годом вот этого показателя, количество протестных всяких акций составило 47%. И вообще за последние 7 лет, то есть с 2008 года, это максимальное количество разнообразных протестных акций было именно в 2015 году. И таким образом, как бы, складывались предпосылки для того, чтобы вот эти разрозненные отдельные протесты, связанные, конечно, прежде всего с наступлением работодателя на права трудящихся, с наступлением работодателей, вылились в действительно настоящую забастовочную борьбу. Но этого не произошло. И, по сути дела, ни одной полноценной забастовки, которая бы явилась результатом, так сказать, вершиной коллективно-трудового спора, не произошло. Ну, сайт Росстата вообще не дает никакой информации по забастовкам. И более того, даже за предыдущие годы там информация каким-то образом, так сказать, утрачена. То есть табличка с забастовочной борьбой, с количеством забастовок просто не открывается. То есть никакой официальной статистики, скажем так, из открытых источников по количеству забастовок сейчас не получить. Вот в настоящий момент. Ну, есть хороший ресурс, называется трудовые права, труд прав, который ведет уже в течение 7 лет, вот с 2008 года, ведет статистику по открытым источникам, по сообщениям в средствах массовой информации, по публикациям в сети интернет о количестве, так называемых, протестных действий. Протестных действий, в том числе и так называемый стоп-акций, то есть это частичное или полное прекращение работы, включая забастовки. Так вот, если в 2008 году, когда грянул кризис, так называемый, который, по сути дела, не прекращался, и сегодня мы видим, в общем-то, продолжение того же самого кризиса 2008 года, в этом году наблюдался, в 2008 году наблюдался всплеск забастовочной активности, который, конечно, не достиг того уровня, который, и того накала борьбы, который, вот эта борьба трудящихся за свои интересы достигала в 90-е годы. Мы видим на примере того же самого морского портала, что сейчас те действия, которые предпринимают докеры, они, конечно, ни в какое сравнение не идут с теми коллективными действиями, которые предпринимались при заключении того коллективного договора, который сейчас пытается денонсировать администрация и, так сказать, выдвинуть вместо него коллективный договор на тех условиях, которые приемлемы и устраивают администрацию. И вот, действительно, в 2008 году был всплеск этой активности, даже было зарегистрировано, по-моему, 7 забастовок. Ну, потом, так сказать, по мере того, как обстановка немножко в экономике стабилизировалась, этот всплеск сошел на нет и количество протестных акций, в общем-то, уменьшилось. В этом году очередной всплеск произошел, но, тем не менее, ни в одну полноценную забастовку это не вылилось. Какой характер этих протестов? Прежде всего, это протесты работников, связанные с невыплатой заработной платы. И здесь практически за все годы структура причин и протестных действий не поменялась. Около 50, даже больше 50% причин остановки работы, включая разные, так сказать, формы, но основная – это остановка работы по заявлению, то есть в случае невыплаты заработной платы в течение двух недель работники, написав заявление, имеют право приостановить работу. Вот это основная причина, и она сохраняется из года в год. То есть мы говорим о том, что нужно бороться за повышение реального уровня заработной платы, за прогрессивные и коллективные договора, за то, чтобы в них было записано это повышение, а не просто индексация, так сказать, как мера реакционная и неполноценная, которая не обеспечивает действительный рост благосостояния граждан. А реальность-то такова, что работодатели просто продолжают эту зарплату рабочих целиком класть в карман. Не то, что они недоплачивают им, просто ее не выплачивают. И это основная причина для протестов. Но, тем не менее, даже невыплата заработной платы к полноценным каким-то забастовочным действиям не приводит. Действительно, мы слышали про остановку работы на космодроме «Восточный». Там, это государственные, казалось бы, дело государственной важности. Проект финансируемый из бюджета. И, тем не менее, подрядчики умудрились и там не выплачивать рабочим заработную плату. Были, как вы помните, возвращаясь назад, были такого же рода проблемы при строительстве олимпийских объектов в Сочи. Мы знаем, что там не выплачивали зарплату. То есть, работодатель не стесняется эту зарплату класть себе в карман. Почему не выступает? Во многом потому, что есть расхождение между официальной заработной платой и той, которую получают серой, так называемой, заработной платой. Поэтому работники, рассчитывая получить в итоге всю заработную плату, не то, что они расписываются в табелях, ждут, пока работодатель смилостивится и эту зарплату им вернет. Но, в итоге, в лучшем случае, они получат то, что им положено по квиточкам. Еще следующая причина – это низкая заработная плата или отсутствие ее повышения в связи с ростом цены и тарифов, то есть, в связи с инфляцией. В том числе и с попытками внести в коллективные договора положения, ухудшающие выплату заработной платы и отмена льгот, надбавок и так далее. То, что касается выплат, которые входят в заработную плату. Это также является одной из основных причин протестных действий. Условия труда занимают традиционно скромное место, это порядка 8-12%. Но, тем не менее, из-за условий труда тоже эти действия происходят. Что же получается с забастовками? В основном протесты носят не такой характер инициативы со стороны работников. То есть, не профсоюзы выступают в качестве инициаторов этих протестных действий, а сами работники профсоюза в ряде случаев догоняют активность работников, присоединяются к этим протестам и пытаются их как-то организовать, направить в какое-то русло, но зачастую они вообще остаются в стороне. А, как мы видим, в некоторых случаях, как вот с профсоюзом Портавик, они прямо выступают на стороне администрации и препятствуют заключению прогрессивного коллективного договора, проталкивая договор, навязанный администрацией. То есть, активность профсоюзов в деле организации не только забастовочной борьбы, но и любых других форм протеста, трудящихся, сейчас ничтожна. И этот факт тоже нужно отметить. Если говорить о коллективно-трудовых спорах, которые потенциально могут привести к забастовке, то на первую половину 2015 года таких споров было зарегистрировано два. Два спора на всю страну, фактически. В принципе, наверное, мы даже можем их назвать. Это Форд, скорее всего. Ну, там вот в антидической статье прямо они не называются. И вторая – это вот морской порт. Фактически. Там, где дошли до протокола разногласий, там, где может быть дальнейшее, так сказать, это действие, перейти в забастовку. Но перейдет или нет – это еще большой вопрос. Это еще большой вопрос. То есть, говорить о полноценной какой-то забастовочной борьбе на сегодняшний момент в современной, так сказать, России на 2015 год пока не приходится. Не приходится. Несмотря на то, что активность трудящихся возросла, и возросла она прежде всего в ответ на действия работодателя, если мы посмотрим в каждом трудовом конфликте, причиной является наступление на права и интересы трудящихся. И вот это действия работодателя, это действия администрации, которые провоцируют работников на то, чтобы выступать с теми или иными формами протеста. Либо действия государства тоже, как коллективного представителя работодателей, тоже вызывают протест, но, естественно, до забастовок не доходит. Но это выступления против повышения тарифов ЖКХ и реформ некоторых, объединения учебных заведений, те протесты, которые мы видели. Конечно, с учетом того, что полноценной такой забросовочной борьбы не ведется, получается, что вот эти протесты порой слабые и такие вот, больше похожие на жесты отчаяния. Например, как голодовка. Голодовка – это самая слабая форма протеста. Хотя для тех, кто ее предпринимает, это самая нагрузочная форма, потому что человек фактически рискует своим здоровьем. И так он до этого тяжело работал и недополучал питательные вещества из-за того, что зарплату ему, допустим, не выплачивали. Здесь он еще идет и на голодовку. Конечно, с медицинской точки зрения, это нельзя одобрить, такую форму. И получается, что вот есть некая масса протестов, где все это бродит, так сказать, стихийно достаточно, но не выливается в организованную борьбу. Поэтому профсоюзы показали, по сути дела, свою слабость и неспособность организовать и направить правильно вот этот протест трудящихся для того, чтобы отстоять интересы. Хотя это их основная задача. Это основная задача профсоюза – защитить интересы каждого работника. Каждого работника. Почему это происходит? Тоже понятно. Это связано с тем, что практически все профсоюзы сейчас или находятся под прямым контролем буржуазных партий, или находятся под очень сильным их влиянием. Мы все знаем, что независимые профсоюзы, а федерации независимых профсоюзов – это полностью подконтрольная Единая Россия организация, но и конфедерация труда России, то есть, так называемые свободные профсоюзы, тоже находятся под крылом справедливой России. То есть, буржуазные партии фактически контролируют деятельность профсоюзов. В период первого кризиса 2008 года и в межкризисный период большую активность проявлял профсоюз МПРА. И казалось бы, что их действия выглядели, по крайней мере, прогрессивно. То есть, они организовывали работников, они посылали своих органайзеров, которые организовывали протестные действия в том числе. Но вот тогда уже, так сказать, закрадывались сомнения по поводу природы действия вот этой профсоюзной организации, потому что они отказались, по сути дела, от опоры на коллектив трудовой. То есть, структура не предусматривала первичные профсоюзные организации, а предусматривала наличие так называемых органайзеров, которые находятся как бы за пределами коллектива. И позиционировался таким образом, что поскольку эти органайзеры не зависят от администрации, на них труднее надавить, и, соответственно, они могут действовать более свободно. Что получилось в 2015 году? В 2015 году, когда стали закрываться автомобильные предприятия с иностранным капиталом. Стали закрываться, естественно, это привело к массовым увольнениям сотрудников. И здесь, казалось бы, нужно было выступить на стороне работников, и, по крайней мере, если нет возможности воспрепятствовать закрытию производства, это сложно сделать с предприятием, которое находится в ведении иностранного владельца. Но, по крайней мере, добиться таких условий увольнения, чтобы сотрудники, рабочие, могли какое-то время, так сказать, просуществовать, получив хорошие выходные пособия и найти себе достойную работу. Что получилось? Что профсоюз МПРА, в частности, в Калуге, выступил с инициативой, наоборот, не требовать от работодателя повышенные выходные пособия, а для того, чтобы сэкономить деньги работодателю, чтобы при выходе из кризиса, когда экономика начнет расти, чтобы у работодателей были средства для того, чтобы вновь запустить производство, не отказаться от этих выплат повышенных, а в случае увольнения по собственному желанию вообще не получать их. То есть, забота была о чем? Забота не об интересах работников, которые вообще остаются, по сути дела, на улице, да, и не получают, не только будут получать зарплату, но еще и выходные пособия не получат, а сберечь деньги капиталиста для того, чтобы он когда-то там в будущем, может быть, запустил это производство. Конечно, эта мера явно реакционная, явно здесь на стороне работа на стороне работодателя. Вот таким образом проявил себя этот профсоюз, и, к сожалению, такие примеры игры профсоюза на стороне работодателя, они не редкость. Второй пример, который можно привести в этом плане, это позиция профсоюза Горэлектротранс. На Горэлектротрансе эту ситуацию мы уже разбирали, обсуждали, я напомню, была проведена специальная оценка условий труда по всем рабочим местам. В результате этого, поскольку правила СОУД и требования к рабочему месту и к интенсивности труда существенно ниже, чем были при аттестации рабочих мест, это привело к тому, что те рабочие места, которые считались неблагоприятными, они стали благоприятными. Поэтому с кондукторов была снята полностью доплата за вредность, и были ликвидированы дополнительные отпуска. А с водителей трамваев и троллейбусов вредность не была снята, но урезаны дополнительные отпуска. Причем с тех, которые вновь поступают на работу. Что сделал профсоюз в этой организации, профсоюзной организации? Она согласилась с мнением работодателя, согласилась с СОУД, действительно, что провели, и были внесены изменения в коллективный договор, который ухудшили положение работников. На предприятии была организована инициативная группа, которая обратилась в профсоюзный комитет с разъяснением по этому поводу. Но СОЛА сослались на норму закона, что СОУД проведена, мы не можем сохранить эти льготы в соответствии с законом, потому что рабочие места стали благоприятными, допустимыми, скажем так. Не благоприятными, но допустимые условия труда. Дальше, к сожалению, эта работа не пошла. Конечно, на предприятии, которые разрознены, где сотрудники разбросаны по всему городу и работают посменно, очень сложно организовать. А вот работодатель не дремал. В ответ на действия инициативного комитета, он созвал быстренько профсоюзную конференцию, на которой выступило несколько представителей работников, которые сказали, что условия труда у нас стали значительно лучше, комфортабельнее стали наши троллейбусы и трамваи, и это не сравнить с тем, что раньше было, поэтому, соответственно, все в порядке. Не было, правда, получено ответа на вопрос, почему же сохранили вот эти изменения коллективный договор, которые были внесены, почему там была записана минимальная норма по закону, то есть минимум, минимальный дополнительный отпуск 7 дней. Но это вовсе не ограничивает его. То есть здесь никакой необходимости в соответствии с законом уменьшать количество дополнительных дней к отпуску не было. Не было. Закон предусматривает, что дополнительный отпуск не менее 7 дней, но он может быть больше по коллективному договору. И второй момент, который был тоже на этой профсоюзной конференции озвучен, то, что САУД проводилось с небывалым научным и техническим оснащением, что таких приборов, с которыми приезжали и замеряли все показатели в кабинах, в салоне, просто даже никто не видел никогда в жизни. Вот эти измерения были проведены на высшем уровне, глубокий научный подход продемонстрирован, и, соответственно, никаких сомнений в том, что это САУД соответствует действительности, даже не приходится сомневаться. Ну, другие сотрудники, скажем так, которые не участвовали в этой конференции, говорили, конечно, о том, что, ну, мягко говоря, все это не соответствует действительности. И вот здесь, например, Горэлектротрасса проявилась функция вот этой специальной оценки труда, которая, собственно говоря, для чего она и была, наверное, введена в замен аттестации, для того, чтобы можно было еще больше, так сказать, сотрудников содрать, как всегда, с работников, то есть улучшить положение работодателя за счет работника. Ну, это все действия работодателя. Действия работодателя, он давит по зарплате, не повышая ее как минимум, а иногда и урезая, то есть снятие фактически доплат за вредность, это уменьшение даже номинальной заработной платы. Раз, значит, невыплата зарплаты, ухудшение условий труда, потому что если вы на бумаге улучшили условия труда, значит, фактически они у вас ухудшатся. Вот написали вам на 5 лет, что у вас благоприятные условия труда, и все, 5 лет можно ничего не делать. Если кто-нибудь там не погибнет на производстве, не получит тяжелую вещь, тогда надо будет запускать всю процедуру снова. А до этого все в порядке, можно ничего не проверять. Не говоря уже о том, что в ряде случаев работодатель может просто продекларировать, что на условия труда благоприятные, и на этом все закончится. То есть, наступление идет по всем фронтам. И по зарплате, и по условиям труда, и по охране труда, и по отпускам, и по, естественно, что если у вас, так сказать, по основной зарплате низкие показатели, то оплата сверхурочных, как это положено, в двойном или тройном размере, естественно, это все не производится. Не производится. А в некоторых отраслях это даже не упоминается. То есть, работаешь там, сколько ты отработал, это твое личное дело. Главное, чтобы ты выполнил производственное задание. И действия, протестные действия работников, они носят такой ответный реактивный характер. То есть, вот как вот у кого ли, так сказать, живое существо, оно в ответ там отдергивает или там бросается. Все. То есть, так называемых прореактивных действий очень мало. Даже те прореактивные действия, которые мы наблюдаем, скажем так, подготовка своего коллективного договора, то все равно это носит в определенной степени тоже, скажем так, реактивный характер. Потому что, зная о том, что работодатель готовит наступление, готовит там ухудшение, подготовлен свой коллективный договор, значит, в ответ на это начинаются какие-то встречные действия. Но говорить о том, что идет борьба именно за свои интересы и идет широким фронтом, не приходится. И здесь мы подходим к следующему вопросу. Если все-таки цель наша – это установление социализма, то есть, переход к более высокому уровню. И здесь два кита должно быть. Это рабочее движение и научный социализм. Вот их соединение дает возможность двигаться вперед. Мы видим, что рабочее движение достаточно слабое. Какие пути для улучшения ситуации? Для улучшения ситуации. Значит, здесь путь только один. Здесь путь только один, по сути дела, вырисовывается. Это необходима работа партий. Будем говорить так, левого направления. Говорить о партии рабочего класса в полном смысле сейчас не приходится, потому что, как уже многократно мы говорили на наших занятиях, она находится в становлении партии рабочего класса. Но, тем не менее, те организации, которые позиционируют себя как стоящие на коммунистических позициях, то есть, отстаивающие интересы рабочего класса прежде всего, должны идти в профсоюзы, должны работать с профсоюзами, активизируя их работу, активизируя их борьбу за интересы трудящихся. Если не удастся переломить ситуацию в сторону, высвободить из-под влияния буржуазных партий профсоюза, или, по крайней мере, часть профсоюзов, и таким образом не активизировать их борьбу за интересы трудящихся, конечно, ни о какой активизации забастовочной борьбы говорить не придется. То есть, это фактически задача наша, задача тех, кто считает себя коммунистами. Эта задача очень важная. Без этого, конечно, никаких подвижек на пути дальнейшего социального развития не произойдет. Примеры такой работы мы видим. Но, конечно, это нужно расширять всячески, и эту работу нужно вести. Эта работа фактически каждодневная. Это невозможно какими-то акциями. Там провели митинг, провели шествие, и на этом все закончилось. Нет, здесь нужна кропотливая, каждодневная работа, нужен контакт с профсоюзами, какие бы они ни были, для того, чтобы помочь им в борьбе трудящихся за их интересы. Переходим к вопросам. Пожалуйста, вопросы, Денис Дорисович. Денис Дорисович, пожалуйста. У меня два вопроса. Первое, откуда у вас информация, что на параоколога пошла на скорость и рекомендует, я так понял, работникам увольняться по собственному желанию? Там рекомендовано было отказаться от повышенных выплат при увольнении. Откуда у вас такая информация, где вы ее взяли? Ну вот мне прислали письмо, где содержалась такая информация. Это письмо от наших товарищей. Она такая сомнительная какая. Нет, сомнительная, у вас есть другая информация? У меня нет информации, я поэтому и спрашиваю. Я знаю, что в начале года они провели повышение заработной платы. Коллективный договор включили, несмотря на кризис. Вот это было с их стороны сделано. А обратный ход, я что-то первое от вас слышал. Это надо менять. Ну вот, тем не менее, такая информация. Да, постарайся это проверить. Да, проверить, пожалуйста. И второе. Буду рад, если я ошибся и информация оказалась. Ну, ваш анонимный источник, я не знаю, откуда он. Но у вас насколько он информировал. А второе, это вы говорите о том, что мы должны идти в профсоюзы, работать с ними, точно, ежедневно. Могли бы вот на примере своей, так сказать, для деятельности в этом направлении показать, ну, конкретно, пример. Вот с каким вы профсоюзом работаете, как именно, и что удалось сделать? Сказать о том, что какой-то вырван уже из-за исподобления, естественно, об этом не приходится. Ну, вот, в частности, работа с Российским профсоюзом докеров. И в том числе я участвовал лично, если говорить о моем личном участии, в подготовке выпуска газеты «Докер». Вот так что здесь, так сказать, ну, и вы сами прекрасно знаете, что и на митинге тоже, так сказать, участие было. Еще вопросы? Пожалуйста. Вопрос, Сергеич, а вот, насколько вы видите, возможно в профсоюзе, ну, скажем, нести туда классовое сознание? Ну, берем тот же профсоюз докеров, насколько я знаю, давно-давно он же ведет больбу, заключает колд-договоры, но, я так понимаю, что там ничего, не то что коммунистического, социалистического, ничего такого нету, хотя многие товарищи наши тоже там ведутся давно-давно. Насколько вы видите перспективу? Есть возможность какая-то или нет? Я думаю, что здесь надо подходить таким образом, что капля камень долбит, понимаете? Конечно, если сопоставить наши возможности, информационные в том числе, и воздействие на сознание работников, и то, что несется со всех сторон, средства массовой информации, телевидение, газеты и так далее, вся обстановка. Естественно, что буржуазное влияние, оно пока на сегодняшний момент сильнее. Но здесь мне представляется, что вот эта работа, она должна просто не ослабевать. И мы должны вот это все, так сказать, до рабочих доносить. Когда эти семена прорастут от этого классового сознания, мы не знаем. Мы не знаем. Но перспектива есть, и исторический опыт об этом говорит. О том, что рано или поздно, все равно, не во всех, безусловно, и говорить о том, что все, но здесь важно, чтобы эти люди появлялись в коллективе, появлялись, это может быть один, два, три человека активных, которые действительно, у которых пробудилось вот это классовое сознание, и тогда они могут уже быть такими ростками этого сознания в своем коллективе. Спасибо. Еще вопросы. Приходим к выступлению. Кто желает выступить по теме? Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Горит? Нет? Нет? Сейчас я помню. Сейчас нам подгорит, поправит. Все. В принципе, мы прослушали доклад про забастовочное движение. На что хотелось бы обратить внимание, что автор мне указал. В принципе, он как-то свел всю забастовку конкретным действием на отдельном предприятии. Нету солидарных забастовок, нету вот этого соединения, как бы, забастовочного движения, движения общих требований. Ведь, по сути дела, каждый борется за повышение заработной платы, либо за улучшение условий труда. Они касаются абсолютно всех. Это общее требование. Поэтому нам надо выходить на какие-то общие действия, которые как можно шире охватывают отрасль или территории с перспективой на общероссийскую. Вот смотрите, повысили налог дальнобойщики. Значит, начинают проводить кампанию протеста. Называются они «улитка». Начинают собираться фуры и медленно едут. Причем это идет по всей стране. А мы знаем, что когда начинает действие по всей стране, да, и это действие становится классным. То есть действие становится требованием политическим. Это политическое требование уже. Вот мы наблюдаем, как оно выдвигается и отстаивается. То же самое и в рабочем классе. Вот эти забастовки, вот недостаток, на мой взгляд, докеров. Они молодцы, они передовой отряд. Но не удалось им распространить, что ли, поддержать другие забастовки своими солидарными действиями, не участвуя в политической как-то борьбе, в том числе и в выборной борьбе. Потому что надо посылать своих представителей, которые могли бы отстаивать наши общие требования в этих органах. Вот этого нет. И это и недостаток, как раз, на мой взгляд, что не позволяет вот из этих фрагментарных атомарных каких-то забастовок создать общее единое мощное забастовочное движение. Вот это мы должны преодолеть. Спасибо. Товарищи, ну вот уже было сказано о том, что, во-первых, необходимо выводить профсоюзы из-под влияния буржуазных партий. Мы все прекрасно понимаем, что влияние буржуазии, оно только вред приносит профсоюзам, поскольку превращает людей в лучшем случае в нытиков. Но, кроме того, необходимо выводить профсоюзы из-под влияния церковников. Потому что влияние церковников, оно гораздо страшнее, чем влияние буржуазных партий. Религия превращает людей в рабов. И, значит, кроме того, необходимо выводить профсоюзы из-под влияния всяких там социал-демократических и меньшевистских соглашательских партий. И первое, конечно, из меньшевиков соглашателей – это зюгановцев, у которых от коммунизма осталось только название. Естественно, что все это надо совмещать с привнесением нашей коммунистической идеологии классового рабочего сознания. То есть, одних только действий по выводу профсоюзов из-под влияния буржуазных партий недостаточно. Потому что социал-демократы, меньшевики, соглашатели и церковники, которые тоже пытаются через те же шмаковские лжепрофсоюзы повлиять на людей, а не эти враги народа, гораздо опаснее, чем буржуазные даже партии. Спасибо. Я хочу, во-первых, сказать про горы Электротранса, что я, в принципе, с Денисом Борисовичем согласен, что большие проблемы представляют, конечно, разрозненность и несолидарность рабочих. Там нет такого, что бригады, цеха такого там нет. Ну, есть, конечно, небольшие там, ремонтные, восстановительные, а основная масса людей, конечно, вот в этом проблема, конечно. Поэтому возникает проблема в работе с профсоюзами горы Электротранса. Точнее, с работниками, потому что профсоюз, в общем, там не, скажем, действительно находится под влиянием. Конечно, вы тут загнули сильно, процерковников, зюгановцев и так далее. Все проще гораздо. Профсоюз просто находится под контролем у работодателя. А что касается, конечно, сознания массового, ну, может быть. Но с другой стороны, если вы такими будете бросаться фразами, за вами вряд ли кто пойдет. Спасибо. Я хочу сказать, что это проблема очень сложная, которую мы сегодня обсуждаем. И очень хорошо, что товарищи, так сказать, по этому вопросу выступили. Потому что мы должны понимать, что чем шире это самое профсоюзное движение, и чем шире в том числе и забастовочная борьба, она охватывает такой объем массы трудящихся, которые точно не будут в это время проникнуты в коммунистической идеологии. Более того, они при этом будут проникнуты в буржуазную идеологию. Значит, мы не должны забывать, что общественное бытие определяет общественное сознание, и поэтому при буржуазном строе, как бы мы с вами ни боролись, но рассчитывать, что мы выведем прям целые профсоюзы, или большое количество профсоюзов, или большинство профсоюзов из-под буржуазного влияния, и они открыто будут профсоюзами, которые объявят себя коммунистическими, не приходится. Значит, пока из всех профсоюзов, которые мы можем назвать, есть единственный профсоюз, или единственное объединение профсоюзов, Федерация профсоюзов России, декларацию, которую вы можете почитать, она есть на сайте Фонда Рабочей Академии, там открыто говорится, что о знаменем нашего профсоюза, нашей федерации является Красное Знамя. И вот вы можете посмотреть, там, когда зайдете, профсоюзы, там, докеров, авидиспетчеров, кто угодно, а вот Федерация профсоюзов России и одно Красное Знамя, оно, между прочим, реет рядом с другими знаменами. Вот, это во-первых. Во-вторых, я думаю, что, поэтому Леня ставил вопрос не о том, что мы выведем там все профсоюзы из-под буржуазного влияния, я думаю, эта задача в буржуазное время неосуществима. А вот то, что надо работать в любых профсоюзах, он говорил, вот если у вас профсоюз, так сказать, буржуазный, мы с вами не работаем, у вас коммунистический, мы с вами работаем. Мы должны работать, как говорил Ленин, во всех, даже самых желтых профсоюзах, потому что профсоюзы, когда они приступают к единым действиям, и когда затрагиваются классовые интересы, эти действия являются коммунистическими. Вот пример. Вот все по-разному получают сейчас в этом самом ООМ-Арпорте СПБ. И там нет, по моим данным, ни одного, в общем, члена партии в этом ООМ-Арпорте СПБ, в партии рабочего класса. Но! Вот само действие такое, что у вас одна зарплата, у меня одна, во время коллективных действий они выступают как коммунисты. У всех полторы тысячи. А кто от этого отступит? Стрикбрехер. И так бывает всякий раз. Скажем, так выступали и диспетчеры, когда они все голодали, все. Не то, что вот я ем больше, потому что у меня зарплата больше, а вы едите меньше, потому что у вас зарплата меньше. То есть в этом смысле мы должны еще раз поставить задачу правильно. Одно дело то, что мы должны вести коммунистическую пропаганду во всем, между прочим, и в рабочий класс вносить, не только в рабочий класс, потому что чем больше будет лиц, в том числе и умственного труда коммунистов, тем лучше для нашего общего дела. Это одна задача. А другая задача – соединять научный социализм с рабочим движением. Рабочие движения развиваются не только благодаря тому, что мы, так сказать, на него влияем, но и наоборот, оно и порождает, собственно говоря, вот тех людей, которые, не будучи рабочими, они становятся на сторону этого класса, потому что он сам борется. И он, между прочим, главная материальная сила, которая разрушает капитализм и которая создает новое коммунистическое общество. Вот об этом мы не должны забывать. И если мы будем указывать, что у вас там неправильно, то мы и будем на это указывать. И мы должны не забывать и о том, что он, между прочим, и религиозные свои предрассудки изживает не через пропаганду, а через сознательную классовую борьбу. Вот сознание в эту борьбу вносить мы должны поддерживать, мы должны связи, мы должны устанавливать. И в этом отношении мы не столько, наверное, должны говорить, что у нас, так сказать, там слабая забастовочная борьба, она действительно слабая. А что у нас сильное коммунистическое движение? Что мы так много работаем с рабочими? Это мы и работаем эпизодически с рабочими коллективами. И это факт. Поэтому с чем связана слабость этого рабочего движения? В том числе и с нашей деятельностью. Санатурная слабая. Или нам она кажется очень сильной, но когда мы ее примеряем к рабочему движению, оказывается, она не такая, что она и сильная. Тем более, что вот то, о чем здесь говорилось, о том, чтобы она охватывала, так сказать, вот все вопросы там, или всю борьбу в том числе, и выборную. Вот есть программа коллективных действий, которые приняли. Съезды профсоюзов, авиадиспетчеров. Раз, теперь работников радиолокации, радионавигации и связи. Два. Профсоюз защиты труда, где особенно сильны позиции членов РКРП. Профсоюз защиты труда. И, так сказать, мы с этими товарищами все время контактируем. То есть, эта программа принята. И эта программа содержит весь комплекс действий, так сказать, на всю страну. И надо сказать, что вот те забастовки и те коллективные действия, которые ведутся, ведутся по некоторым разделам этой программы. То, чтобы забастовка сразу была за все действия, такого не бывает. Теперь, что касается всеобщих забастовок, ну вот у нас никогда в России этого не было. У нас был подъем забастовочного движения или спад. То есть, потому что, когда люди, забастовки не по указанию из единого центра осуществляются, а тогда, когда созреет коллектив. Вот наш коллектив созрел, ваш еще не созрел. Потом ваш созрел, потом тот созрел. И они идут как бы по своему графику, но наступает пик забастовок. И вот на пике забастовок возможно, видите, и осуществление революции. На пике забастовок. А если мы будем думать, что вот создастся некий единый центр, который будет, так сказать, регулировать забастовки, такого, у нас, по крайней мере, в России, такого никогда не было. Вот вроде в Греции есть, но под единой забастовкой, там очень слабые, так сказать, требования к оформлению забастовок. И под единой забастовкой там можно понимать, что они все вот в этот день вышли все на улицу. Вышли на улицу и ушли. Я вот пытался выяснить, а хоть где-нибудь закрепилось это, хоть в те требования в коллективных договорах. Если можете на всю страну провести действия, неужели нельзя хотя бы одного-двух работодателей заставить это вставить, где бы это закрепилось хотя бы в коллективных договорах, то, чего добились. А нигде не закрепилось. Где это вот закрепилось, с кем договариваться, где мы видим какие-то соглашения, которые были достигнуты по результатам. Мы вот протестуем. Мы вот протестуем против вашей политики. Ну, а вы не против наших выступлений, не протестуете, а проводите свою политику. И как бы идет разделение труда. С одной стороны, мощные выступления, а с другой стороны, продолжение того, что есть, которое никак не останавливается. Поэтому я бы поставил задачу для себя там и для нас. Таким образом, что нам нужно, ну, во-первых, изучать ту борьбу, которая есть. Во-вторых, к этим форумам относиться, ну, не так, что, я сказать, она там развернута, слабо, не слабо. Ну, вот я не знаю, чем официально оформленные забастовки лучше, чем неофициальные. Не знаю. В известном смысле лучше, я могу сказать, чем лучше. Потому что, если официальная забастовка, забастовочный комитет отвечает за порядок. А раз отвечает за порядок и за собственность администрации, он может организовывать дружины для поддержания порядка и выходить на новый уровень. То это очень хорошо. Хотя вот те же докеры, когда у них полтора года шла забастовочная борьба, собственно, забастовка была очень короткой. А у диспетчеров, собственно, забастовка была, так сказать, ну, неким уровнем прикрытия для голодовок и для бесконечных профсоюзных собраний. Потому что вот на суде, когда запрещали эту забастовку, а им точно запрещают, им запрещены забастовки. Судья спрашивает, ну, а зачем вы делали, Сергей Анатольевич, вы же что, не понимаете, что вы все грамотный человек, вы немножко-то знаете закон? Сергей Анатольевич говорит, немножко-то и знаю, а делали мы, чтобы... Ну, вы же понимаете тогда, что я сейчас запрещу вас? Конечно, говорит, понимаю. Зачем вы это делали? Ну, чтобы усадить за стол переговоров работодателя. Ну, как вам удалось в это засадить? Конечно, говорит, вот они здесь сидят сейчас. Вот здесь они. То есть, надо сказать, надо исходить из того, что в самые разные бывают ситуации, и творчество здесь больше всего необходимо. Вот, например, бесконечное профсоюзное собрание. Попробую его запретить. Вот отсюда мы пойдем не домой, а вот завтра на работу отсюда уходите. Вот что такое бесконечное профсоюзное собрание. Или бесконечные занятия сейчас начнем проводить. И вот вам скажите, что сюда еду несите там и так далее. И все. И пошло. Так месяц в Калининграде делали авиодиспетчеры. Месяц. А в Ростове-на-Дону в суд подал работодатель. В Калининграде выиграли так. В суд подал, а в суде, значит, суд постановил. Поскольку вы ночью не работаете, ночью идут не дома, спите, это подрывает безопасность полетов. И запретил собрание проводить профсоюзное с 23 до 7 утра. Хорошо. Значит, в 7 утра начинается профсоюзное собрание. В этом зале, где пассажиры, где авиакомпания и так далее. 23 оно прекращается. И ничего не могло с ними сделать. Поэтому, или, скажем, вот как делали авиодиспетчеры, спартакеада перед началом. Голодовки некоторым запретили. В Омске, в Новосибирске спартакеада. Весь профсоюз бежит. Потом идут на работу. Перед работой идут к медикам. Медики их не допускают. Вы 5 километров прибегите, сходите к врачу. У нас спартакеада. Кто может запретиться? Запрещайте. То есть, короче говоря, вот, например, авиодиспетчеры, да и докеры, они показывают, что надо не отговариваться с тем, что у нас там были сложные условия, или там нам не давали. А надо выигрывать. И, между прочим, вот вы говорите о докерах, как вот в целом они там провели одну, у них каждая забастовка была зарегистрирована. И все забастовки были отдельно по компаниям. Отдельно по компаниям. Значит, первая севедорная, вторая севедорная, четвёртая севедорная. Сейчас проведена вся процедура на ЗАО ПКТ полностью, и они находятся в состоянии коллективного трудового спора, и все этапы примирительной комиссии и все остальные этапы пройдены, они могут собрать конференцию, и большинство у них есть. И в любой момент объявить забастовку. И поэтому сейчас у них переговоры, так сказать, под угрозой забастовки идут. Поэтому, вот, как может быть. Поэтому я думаю, что вот какая-то дополнительная тщательность здесь, так сказать, внимательности к тому, что, ну вот, творят люди сами, трудящиеся, потому что мы не всё можем придумать, и даже несмотря на свои коммунистические позиции, и чтение разных всяких книг, и изучение диалектики, надо ещё изучать то, что происходит в реальной жизни. А вот то, что нам нужно, конечно, принять во внимание, что на сегодняшний день крышевание, так сказать, профсоюзов завершилось, что на них уже на все виды профсоюзов влияют буржуазные партии, из этого сделать один надо. Вот надо расширять партию рабочего класса, и, так сказать, этот процесс становления, его интенсифицировать, партия рабочего класса. И это связано с тем, чтобы было больше рабочих на предприятиях, которые были бы членами партии. И чтобы они эти вопросы обсуждали, обсуждали так, как мы их здесь обсуждаем, они были бы от этого всего оторваны. Это большая проблема, которую нам надо всем решать. Спасибо за внимание. Уважаемые товарищи, поскольку мы являемся коммунистами и материалистами, совершенно справедливо заметил Михаил Васильевич, что мы должны реальную жизнь изучать. И то, что происходит с нашим рабочим движением в нашей стране, мы должны исследовать. Но, с другой стороны, как мы знаем, задача философии не только в том, чтобы объяснить мир, но и чтобы изменить его. Поэтому, с одной стороны, изучать, это, с другой стороны, воздействовать. И без воздействия на умы и сердца работников через профсоюзы, через какие-то объединения, на открытых, в конце концов, площадках, так как мы сейчас это делаем, конечно, ситуацию сдвинуть невозможно. И я совершенно согласен с тем, что, конечно, наибольший эффект в этом плане может оказать именно работа внутри самого коллектива. То есть, задача интеллигенции – это выработать классовое мировоззрение и его распространять. Но в самом рабочем классе, конечно, задача распространения, в том числе и на представителях рабочего класса. Без сознательных членов рабочего класса, без рабочих, которые уже этим сознанием классовым овладели, конечно, распространять достаточно сложно. Потому что иначе это получается, что мы смотрим со стороны. Да, у нас-то всё хорошо вроде как и с условиями труда, и зарплата, в общем-то, устраивает. А чтобы это не получалось так, как будто мы побуждаем рабочих к борьбе. То есть, мы должны действовать через представителей, через членов партии рабочего класса на самих предприятиях. Такие рабочие и сознательные есть. Мы знаем это потому, что два раза в год такие сознательные рабочие собираются на Российском комитете рабочих. И в этом году, кстати, был и прирост, значительный прирост количества рабочих, которые приехали на вот эти заседания. Я думаю, что вот два этих момента действия партии рабочего класса и поднимающиеся, всё-таки расширяющиеся рабочие движения, пускай сейчас в форме стихийной, в форме каких-то протестов, которые далеки, может быть, от забастовок, но всё это вместе в конечном итоге должно привести к всплеску активности и создать предпосылки для создания более справедливого общества. Следующее занятие тема создания предпосылок советов современной России ведёт занятие доцент Герасимов Иван Михайлович. Ещё есть объявления по поводу пикета у Питера Васильевича? Завтра меня информация по поводу пикета завтра два председателя правкома говорит я ещё не знаю кто регистрированный лист. То есть у меня есть информация первая о том, что будет два часа завтра у Кританского базала. А вторая, что они ещё не знают кто будет ли. Вот поскольку если будет и кто может надо, конечно, сходить. Надо, конечно, сходить и поучаствовать. Потому что может быть там администрация сознательно тянет, чтобы люди не пришли и они остались изолированы. А где узнать будет точно? Нигде вы не узнаете надо приехать туда. Можно приехать два часа. Самая точная информация вот такая. А сюда, а у меня нет одна. Какая есть? Два часа есть там информация у меня из спорта. Об этом. От председателя правкома залп прокатит. Михаил Борисович, азоясь свободно. Поэтому вдруг там всё может случиться. Ну, если не случится, пришли люди и выстегли против того, что заявку не вытворили. Это тоже поддержка. Всё равно у людей придётся будет поддержка. Даже если какие-то недоррешённые. Ну, нет, недоррешённые пришли, постояли, мы связали своё отношение разожжить. Мне страшно не будет, будет полезно. Терната хорошо. Всё, тогда занятие закончено. Продолжение следует. Спасибо. Спасибо.